Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации 13 декабря 2012 года номер 35 Москва об открытости и гласности судопроизводства и о доступе к информации о деятельности судов. Обратить внимание судов на то, что положение части 7 статьи 10 Гражданского процессуального кодекса РФ, части 3 статьи 24.3 Кодекса об административных правонарушениях РФ, части 5 статьи 241 Уголовного процессуального кодекса РФ не предусматривает обязанность лиц, присутствующих в открытом судебном заседании и фиксирующих его ход в письменной форме и или с помощью средств аудиозаписи, уведомлять суд и получать у него разрешение на фиксацию в ходу судебного разбирательства в данных формах. Я хотела бы узнать, на каком основании зрители осуществляют аудиозапись в соответствии с пунктом 9, пунктом 7 статьи 10. Если вы сейчас мне уберете телефон и не прекратите осуществление аудиозаписи, я сейчас приглашу туда судебного пристава, который удалит нарушителей процесса из зала судебного заседания. Я начинаю видеозапись, я начинаю видеозапись, значит, вы, значит, запрещаете мне аудиозапись, я сейчас пригласить, пожалуйста. Да, пожалуйста, я открою, классно. Вот я вас сейчас фотографирую, я сфотографирую, на сайт преступников отправлю. Супер! Игорь! И вас сфотографирую, вот, и вас, и вас, пощелкну, да, и вас. Себя сфотографирую. А в понедельник мы с вами разберемся. Вот, статья, пункт 7 статьи 10 ГПК гласит о том, что ведение аудиозаписи является правом наблюдателя. Пожалуйста, говорите, вы не являетесь участником судебного заседания, а ведет записи. Видеозапись. Я наблюдатель. Я наблюдатель. На каком основании вы меня уголеете? На основании? Нет. У меня незаконные требования. Я вас записываю. Вы жалуетесь, куда хотите. Нет, я записываю вас. Покиньте, пожалуйста, зал. Подождите, секундочку, секундочку. За что вы меня сейчас выгоняете? Пойдем там объясним. Нет, вы мне уже объясняли. Вы вообще ничего не объясняли. Про паспорт. Я, Пыжов Игорь, являюсь наблюдателем в судебном процессе. Слышите меня? Вы не участник. Я не участник, наблюдатель в судебном процессе. Имеет право, наблюдатель имеет право в статье 7 ГПК. С разрешения судей. Ни в коем случае. Читайте ГПК. Паспорт. Паспорт. А потому что вы нарушаете закон, что вы прячетесь. Вы не лечите, это нападает. Пожалуйста, потому что вы понимаете, что не спецсидентное. Абсолютно верно. Основания. Так, судебное заседание. Основания какие? Второй раз предупреждаю. Основания какие? Вот, уважаемые преступники, я вас тоже записываю. Смотрите. Против меня сейчас преступное деяние совершается. Я сижу, записываю аудиозапись. Послушайте. Беззаконие сейчас. Подожди. Мы написаны заявления. Нет, подождите. На каком основании? На каком основании? Я сижу, записываю аудиозапись. Статья 7 от ГПК. Это ваше право потом жалуются. Нет, вы беззаконные. Нет, я вижу, как вы исполняете отжалованные. То есть я сейчас жду, когда вы примете. Против меня силу. Законное право аудиозаписи. Давай. На каком основании? Определением суда должно быть выгнено. Спецсредство. То есть вы, фамилия ваша как? Фамилия ваша как? Что я нарушил? Нет, они незаконные требования. Незаконные требования. Требования об аудиозаписи незаконные. Покиньте зал у вас. Требования об аудиозаписи незаконные. Покиньте зал. Я вот сейчас слушаю. Я сейчас... Давайте, надо записывать. Что давайте? Вы мужик или женщина? А при чем мужик? Я аудиозапись делаю по закону. По закону. Вы понимаете? Предупреждаю второй раз. Все, я вижу сейчас. Статья? Я вижу, как вы сейчас будете нарушать... Какую статью? Статья 7. Пункт 7, статья 10. Федеральный закон. Судебный закон 118. Законные требования судей. Судья действует незаконно. Сейчас запрещают. Вы не выполняете сейчас законные требования судебный закон. Какие? Какие законы требования? Пожалуйста. Она... Продолжение следует... 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 не выгонять я делаю аудиозапись не нарушай ничего я делаю аудиозапись ничего не нарушаю давайте выводите выводите участковый приедет в утро помолчите пожалуйста и ждите там когда милиция приедет участковый полиция сказала полицию здесь полиция не команды вы меня слышите или нет я вас не слышу хорошо я тогда по-другому буду я думаю сами это вы должны из-за вас и происходит разорались иди себя привезти а почему мы орем идите привезти это локуси придут сейчас вас будет выводить забирайте их пожалуйста все 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 Валентин давай все приехали здравствуйте здравствуйте кому приехали кто давай из-за но не я не в том что я находился в заседании я сидел записывал аудиозапись в соответствии с пунктом 7 статьи 10 игроков процессуальный кодекс который мне прямо разрешает без уведомлений судьи и приставов делать аудиозапись в качестве защиты своих прав то есть у меня игроков процессуальный кодекс прямо мне дают на это право Значит, приставы, ссылаясь на незаконное требование судьи о том, чтобы запретить неаудиозапись, сказали, что я должен выйти и прекратить аудиозапись. Я говорю, это незаконное требование, оно лишает мне права на защиту. Однако приставы совершили это незаконное действие и, соответственно, и в протоколе, которым указали, они это свое действие не описали. Я прошу принять заявление о преступлении в связи с преступлением судей, превышающим их неполномочия. Значит, вот и прошу попросить руководителя и Казинцева. Не знаю, как его фамилию еще. Двое меня. У меня есть аудиозапись. Прошу ее приобщить к материалам дела. Они составили протокол, который не соответствует делу. То есть, они фактически написали то, что они... Вот и у меня свидетели все. Аудиозапись и видеозапись этих противоправных деяний у меня зафиксируют. Прошу принять сообщение, выдачу их в кут. Дело в том, что в соответствии с законом такого разрешения не требуется. Статья 7. И они запрещают, нарушая закон, запрещают аудиозапись. Что-то прямо. А сейчас. Можно вас присаживайтесь. Вот и, пожалуйста, у меня те, кто свидетели этого действия. Я понял, у вас уже территориальная система будет вызвать. И, пожалуйста, опросите пристав. Потому что, почему у меня одного прошло. В рамках приставной проверки все попросят. Вы сейчас все укажете. А я фамилию не знаю. Вот эти приставы не представляете. Как я могу это? А как ваша фамилия? Как ваша фамилия? Нет, нет, не ваша. Вот участкового пристава. Я хочу это... Ну, ну, что ж мы не могли запомнить, чтобы... Вы мне предъявляли, когда... Вот этот... Нет, ну и скажите нам фамилию. Сколько человек будет? Четыре. Возьмите, пожалуйста, с него пояснение. Возьмите, пожалуйста, с него пояснение. Потому что он является... Он мне это как-то... Говорил, что примет спецсредства. Сейчас мы не сможем все это написать. По возможности. Да, по возможности. Ну, скажите, как фамилия этого, чтобы вас написать? Нет, нет. Как фамилия этого? Сколько человек это будет писать? Четыре. Вот сейчас вы прочитали. Фамилия этого пристава как? Я вам еще раз говорю, вы пишете фамилию, что они могут... Но они скажут, что никого не было. Понимаете? Мне надо персонифицировать людей. Ну, хотя Балашипинцы являются... Вы что думаете, здесь кто-то скрываться будет? В Балашипинском городском суде? Не исполняющий свои обязанности в такое-то время по такому. Ну... Они все работают, соответственно... Игорь, ну пиши, что отказываются... Фамилию свою... Да, они не говорили. Вот, и я хотел бы сказать, что мне не выдают протокол. Вот я хотел бы, чтобы это противоправное действие сейчас же было пресечено. То есть, они написали этот протокол, взяли пояснение, что я им не готов подписывать, а я его не готов подписывать, но я хочу его получить как неподписанный, потому что они его вместе с документами, вместе с... То, что я не хочу подписывать этим понятым, как бы, у себя оставили. То есть, фактически основание для того, чтобы совершить служебный подмог. Поэтому я прошу, чтобы мне копии они и выдали, то, что они должны были выдать с салона. В настоящее время суд закрывается в 6 часов, да? Нам... Так, подождите. Мы вообще попросили отсюда... Подождите. А я-то с 3 часов, я-то тут при чем? Простите. Ну, никто не пришел. Вы же, как бы, ехали 3 часа. Ну, к сожалению, извините. Не, ну, сейчас вы мне претензию предъявляете. Я вам не предъявляю претензию, я вам еще раз... Вы что, нам на улице предлагаете? Еще раз вам объясняю. Не, ну, мне надо... Можете... Я и так попросил, чтобы мы здесь сейчас написали заявление. Вы пишете заявление, указываете в заявление все факты, которые против вас незаконно были совершены, как вы полагаете. В рамках проводимой проверки, соответственно, будут опрошены лица, сотрудники данного суда, да, приставы и так далее. Уже будет приниматься решение. Вы также можете написать... Но сейчас же это происходит. Оно длится, длящится, преступление сейчас. Почему его нельзя присесть сейчас? Я вам еще раз говорю, сейчас это невозможно сделать, потому что рабочий день городского суда закончен, а сейчас вообще будут по улице выглядеть. А скажите, скажите мне, я как свидетель... Я пишу заявление на приставы. А будут тогда... Они подтверждают. Они являются... Тогда пишите объяснение, зачем вы сказали, что заявление... Суть-то простая. Людей грабят. Мы не можем защитить свои права. То есть, не просто я удален какого-то мероприятия вывеселительного. То есть, сейчас фактически ограбили людей, и право наше на защиту... Лишили нас право на защиту. То есть, я думаю, может быть, наверное, было это надо написать. Ну, я не знаю. Заполняйте. Начинаю от фамилии Нович, что полностью фамилия не очень... А, вот вы, Зайцев, да? Да. Здесь описываете ситуацию. Такого-то числа в такое-то время находились с Блашихинским при этом городском районном суде. Вместе с вы родственники, да, я так понимаю? Нет. Мы не родственники. Такого-то числа в такое-то время находились на заседании в Блашихинском районе суда, где и описывать ситуацию. Выдержка из протокола судебного заседания. Адвокат Селезнева С.Е. Уважаемый суд, лицо, которое не является участником процесса, демонстративно осуществляет запись и съемку процесса. Председательствующим лицу, не являющимся лицом, участвующим в деле, присутствующему в качестве слушателя, который ведет видеосъемку без разрешения председательствующего, сделано замечание с предупреждением об удалении зала. Лицо отказалось прекратить съемку, осуществляет съемку всех присутствующих в зале судебного заседания с угрозами выложить запись в сеть интернет. В судебном заседании объявляется перерыв для вызова сотрудников службы судебных приставов для удаления лица, ведущего видеосъемку из зала судебного заседания. Судебное заседание продолжено в 15-20 в том же составе. Сайт судей России. Отзывы на судью Балашихинского городского суда Беседину Елену Александровну. Если дело заказное, не надейтесь на благосклонность этой судьи. Запрещает аудиозапись судебного процесса. Тоже бывшая помощница Елисеевой Н. Я и выучка соответствующая. Удивительная женщина, молодая, красивая, людей ненавидит. Может запросто взять и наорать. Кричала, что жаловаться на нее можно вплоть до президента и ей ничего не будет. Угрожает наложением штрафа, вызовом приставов. Единственное, что не делала, это только не кусалась. Поведение ужасное, но так похоже принято в этом замечательном суде. Браво, господин Ковальский. Лучший суд страны. Надо было сразу заявить отвод. С делом не знакомится. Листает только на суде. После заседания суда контрагенты почему-то задерживались. В результате она приняла решение в пользу их. Что это, если не коррупционная составляющая? Судья некомпетентна. Суд дела не вникает, как видно, из-за незнания закона. К счастью, ее решение отменил областной суд. Жаль, что в нашем городском суде есть такие судьи. Судья беседина, халатно относится к своим обязанностям. Складывается ощущение, что дело она не знает или у нее не хватает компетенции. Не хочется думать, что это коррупционная составляющая. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова